Бывает так, что нужно промолчать, хотя бывает больно и обидно, и правды кажется совсем не видно, и спорить хочется или кричать, но все же лучше будет промолчать. Не выражая гнева и сомнения, непонимания и непрощения, и слово на слово не отвечать, чтобы не страдать и не переживать, уйти обиду мимо пропуская, хотя болит порой душа живая, пытаясь все же правду отыскать. Уйти от шума и ненужных слов, чтобы был не слушатель и не участник, нарушив этим самым чей-то праздник, где победитель стала нелюбовь. Нам места нет, где торжествует зло, а может есть, но нам туда не надо. Уйдем, не оставаясь даже рядом, оставив зло, без нас стоять одно. Нам нужно уклоняться от него, святое слово в жизни исполняя, уйти себя в скандал не вовлекая и не внося чего-то своего. Живите тихо, слово говорит. Мы не салют, чтобы ярче быть и выше, как можно тише жить, как можно тише, терпение сохраняя свой лимит. Не выше быть на голову других, склоняя свою голову смиренно, чтобы начать свой день обыкновенно с молитвы за хороших и плохих. Мы не должны участниками быть, ни дымом от огня, ни тенью ссоры, не разделяя эти разговоры, должны мы мирно в мире этом жить. Не нужно будет выхода искать, пред Господом останемся свободны, пусть тот другой, себе любивый, гордый, перед Христом сам будет отвечать. Нам нужно просто взять, перемолчать, перемолчать обиду, оскорбление и принимая важное решение, лишь то, что нужно, мы смогли сказать. Порой молчание золото для нас, и жизнь проходит наша без последствий, и ограждая нас от разных бедствий, молчание наше пребывает в нас. Молчать? Учиться нужно нам молчать. Различных слов обидных в жизни много, но будем мы просить святого Бога, чтобы силы дал на зло не отвечать. Спасибо вам большое, что подписались на канал.